Здравствуйте дорогие друзья, у нас Голд Лига, два матча впереди, один из уже с известным счетом, к сожалению, это будет играть футболеры против Титана, но Титана пробует свой, будем так говорить, любительский состав, как говорится, а в этом матче Альфа против Амикуса. У Альфа в составе сегодня Абакаров, Быширов, Булава, Капко Олег, Дарабеков, Сошка и Коваль, в составе команды Амикус, Черков Александр, Шмурков Тарас, Гуменюк Николай Зварыч, Игорь, Печак Алексей, Кудряк Сергей, Лукавец Роман и Борисенко Андрей. Рады приветствовать Борисенко Андрею, давно мы его не видели в составе команды Амикуса, ну и может быть едва ли не 7 туров, что ли, ну по памяти я так не перепомню в целом, но все же. Николай Гуменюк. Санек, закинешь? Быширов. Держи. Черков на Печака, Борисенко, и тут же дальний удар, хотя подключался Капитан справа, симпатично достаточно подключался, но все же. Абакаров. Зварыч на Борисенко, Борисенко сразу же вразрез, туда на Печака и контратака вот Альф. Умеют друг против друга эти команды играть, не первый раз они встречаются на самом деле и хорошо знакомы друг с другом, ну на одну замену сегодня больше будет у Амикуса, как минимум это поможет им чуть комфортнее себя чувствовать после 30 минуты, но опять же давайте отталкиваться от счета и каким он будет. Коваль дважды уже на этом движении обыграл, и вот тут-то забивает Ярослав. Ну а Бокарова долголевую. Коваль боролся, Борисенко на Зварыча, снова Борисенко. Коваль обрабатывает хорошо эту передачу, но без манчера сегодня вся ответственность будет, так говорить, и концентрируется на игроках, которые сейчас в поле. Это самый стабильный состав, Олег Капков все-таки и Сошка не так часто приезжают, к сожалению. Ну 1-0, и так со старта, это уже очень приятное преимущество для того, чтобы этим преимуществом пользоваться по ходу игры. Сразу же бросается в глаза, что с присутствием Борисенко чуть лучше связывает передачи, начали в атаке, но пока что это никак не сказалось по счету на игре, но все же. Коваль, Аббеширова. Аббакарав. Выходим, 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 выходим. Неудобнейший удар для Доробекова, корпусом уже, казалось бы, положил и бил явно не туда, скорее вправо, а тут влево, если со своей стороны смотреть. Ну вот для вратаря вправо-то пробел, а вратарь думал, что влево будет. У нас пауза по времени, и, конечно же, мы дождемся, пока подадут мяч. Он накачанный, накачанный, просто затем пошли. Доробеков на Коваля. Борисенко, Аббакаров на Коваля. Ярослав должен был разворачиваться, хотя вот в этой-то ситуации, казалось бы, хороший будет шанс. У Кудляка Сергея. Коваль. Капко. Фалят, на Беширове здесь. Что-то неприятно, конечно. Чирков на Зварача. Печак снова на Зварача. Беширов на Капко. Тварыч. Абакаров на Ярослава Коваля. Капко. Зеленые. 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 Зварыч. Зварыч. На Печака. Снова Зварыч. Доробеков. Брасывает на Капко. Олег. Коваль. Помоги мне. Коваль хорошо принимает тут же черпачком. Играет точно. Но Борисенко здесь отрабатывает. Но отлично. На самом деле здесь и близко не было. Да. Отбадались корпусом. Но мне показалось, как раз таки в рамках правил действовал и Олег, и сам Борисенко. Очень опасно было у ворот. Сегодня Амикусы в непривычном таком спокойном темпе играет. Не знаю, на пользу ли это для команды. Печак. Печак на Кудляка. А Сергей. Нет Самчука. Власа. Сегодня, будем так говорить, его роль выполняет, на мой взгляд, Кудляк по стилю игры. Хотя не так часто он впереди оказывается. Но вот пробовал на себя взять игру. И умеет он это делать. Хотя в этой ситуации это совершенно не получилось. Доробеков на Абакарова. Коваль. Снова Коваль. Быстрая игра в стенку. В этом, наверное, вся сила. Как бы Альфа заключается это в неких таких сгасаниях. И потом снова в волне. Как музыка в поле они действуют. То есть очень часто усыпляет своего соперника, своего противника. А после какая-то быстрая контратака позволяет им часто выигрывать в матчах, казалось бы, обреченных на поражение. Но вот здесь просто неприятнейшая ошибка и супер шанс. Капкова на Коваль. Печак. 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 Дальше играл левее. Вроде неплохо на Жмурко. Тот просто не ожидал. Возвращавшись на свою половину поля, даже не думал о том, что передачу на него направит партнер по команде. Абакаров будет разыгрывать данный аут для Альфы. Олег Капко открыт. Ну, все в линию, рядом друг с другом. А кто на левой бровке-то будет играть сейчас? Не задействует всю ширину поля часто. Опасный момент, и это гол, друзья. Вперед пошел Черков, а этим полностью воспользовался Олег Капко. Ну, вот так бывает. На девятой минуте 2-0 у нас счет уже. Значит, вперед, пожалуйста. Борисенко. Наконец-то Борисенко. Коваль, отличная обработка мяча. А дальше что? Развернуться будет непросто. Выжимал его Борисенко. Получается у Ярослава это. И точный-то пас отдал на Сошку. заставка. 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 Гинзер. Чтобы поднимать. Назад. 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 Так. Назад. Борисенко на Печака Простое решение от Алексея Причем дважды он пробовал пробить Сошку Фраза звучит по-боксерски Но все же так оно и было на самом деле Капко Борисенко на всякий пожар Налево играет на Печака Печак Нагуменяка Хороший прыжок Отвлекает Яну А тут насколько хлесткой точно Пробивал Печак Алексея С левой ноги по-моему он бил Я не знаю как-то хорошо прицелился Здесь у нас коробочка в центре поля И конечно же Фоп Фобакарова, Жмурко и Гоменюк Уж явно переусердствовали Врач нужен? Врач нужен? Раз на патруху Сядь! Если не можешь сядь! Да Дай мячу В леху Не надо Олещик, сзади останьте Да, да, да Олещик стоит Коваль на Абакарова Борются Немножко грязи там Ну и фалит В итоге лукавец Зеленый опять, третий фолст Закрой вратарю Абакаров на технику Почему я говорю на технику? Да, с подъема бил, но прям так Серьезно силы не вложил в этот удар Но по исполнению рядом с Ближней штангой для вратаря Это значит целился как следует Не просто плотно в центр Все же Сошка Дает такие передачи на Коваль Снова Сошка Ускорения уже не было Там от Ярослава Гуменек Беребеков Гуменюк Николай Выигрывает борьбу Снова Николай Гуменюк Отворот Капку Олег на Ковалья Ярослава Седьмой номер, пожалуйста И тайм аут берут сейчас Команда Альфа Шесть минут до конца первого тайма Ну и недовольны этой ситуацией Николай Гуменюк По всей видимости Сфалили против него Один из судей Не доглядел этот эпизод Сфалили против него Сфалили против него Сфалили против него Сошка Два дублирующих удара, в итоге угловой для Альфы Дварыч Булава Проверил издалека, почему нет Печак Алексей на Зварыча Капко Не стал с носка пробовать пробивать Здесь решил обыгрывать Печака Далее уже бить Ну, Алексей Хорош в защите, конечно Я думаю, что на таком коротке В таких ходах Не так быстро бежал здесь Олег Мягко говоря, я думаю, что обыграть В общем, будет непросто По всей видимости Я думаю, в следующий раз Олег будет бить Хотя, опять же Для кого-то это новый вызов Попробовать снова обыграть Стараться Почему нет Зварыч Отсчет ведет судья Ну, ввел мяч аут Печак На Игоря Жмурко Снова на Зварыча Хорошо избавился от опеки Делали немножко перемещений По типу конверта Но с мелкими забеганиями И в итоге это не настолько эффективно Если и делать восьмерку То скорее более широко Располагаясь на поле Тогда Больше эффекта будет Так как футзалисты делают это Как раз таки с целью того Чтобы растягивать перемещаясь Но при этом и набегивать нужно очень много А тут Вопрос в силах И физической подготовке Одной и другой команды И чем ты рискуешь По итогу Коваль Печак Алексей классно проходит дальше Точно играет Ведь У нас Жмурко Тарас не смог там забить Отыгрывает назад При равном Таком Качественном сборе От Амикуса Равном я имею ввиду Сегодняшнему К примеру И если добавить Еще и Самчука И Полищука То команда значительно прибавляет По уровню игры Все таки мне кажется что двумя четверками Амику смотрелся бы намного эффективнее Альфа Жм не факт что для них это было бы комфортно Потому что им играть Когда много замен Они сами об этом часто говорят Некомфортно Конечно в интервью не каждое об этом Так прям открыто скажет Но в целом От темпа и от стиля игры Очень многое зависит Количество замен которое тебе нужно Если ты играешь в защитный футбол Баширов классный перехват И отыграл на Коваль Это у нас забитый мяч Еще один Ярослав Реализовывает Ну прорвало Невезение С реализацией И это дубль Так вот я хотел сказать Что если ты играешь в атакующий футбол Там две четверки Это просто Обязанный быть Потому что твой темп Заставляет поддерживать хороший темп Если же ты конечно играешь в футбол Который Скорее более закрытый То наоборот Игроки должны быть в тонусе И если ты заменил Игрок который выходит снова С замены в поле Может просто быть не готов Правильно защищаться И чувствовать нить игры Ну опять же повторюсь Зависит еще и от работы Если тренер Нету тренера Мотивация игроков В целом Многое другое Абакаров Булава Черков на Пятяка Забегает Алексей снова на Николая Буменюка На двоих смело пошел здесь капитан Но это и рискованно было Поэтому Что все же два футболиста Это Явно более эффективно В отборе Абакаров Прям стенку удар пришелся Тут же высокий прессинг от Амикуса Вот такая разгрузка Такое впечатление Что решили проверить Снова как там дела У вратаря Муковец Печак Доробеков Проверяет ворота И насколько это было точно Друзья У нас звучит свисток 3-0 И перерыв Доробеков Доробеков Черков на Капко Бакаров Абакаров Андрюх 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 Хорош Голодец Доробеков 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 Коваль Коваль Как же хорошо ему удается сегодня обрабатывать мяч Один заc Коваль Борисенко Абакаров Жёстко корпус поставил Иногда не скажешь по комплекции Что настолько способен Жёстко защищаться Этот игрок Да и быстро на ногах Мало кому уступает скорость Кудляк на Борисенко Ну а дальше там Жмурко Старался достать этот мяч Не получилось Жмурко Капко борется Мало нету здесь Олег конечно бил По исполнению На технику В дальнюю Гуменёк Абакаров Коваль Снова на Абакарова Тут принимает мяч Пас не стал Попробовал сбить сам Против капитана У нас целая заруба За мяч и сейчас Нужно быть осторожнее Игрокам На самом деле Чересчур уж С бешеным вниманием К отбору мяча действует Шмурко Муковец Гуменюк Николай Борисенко На Николая Гуменюка Луковец На Жмурко И вот такой Удар Точный Позволяет сейчас Размочить Неприятный счет Мяч вперед Пожалуйста Николай Гуменюк Борисенко Коваль Борисенко Палил слегка Толкая Абакаров Здесь И конечно же Нужно Пресекать Такую игру Судье Луковец На Борисенко И забитый мяч Друзья Беширов С передачи Коваля Борисенко 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 Я никогда не забил Я никогда не забил Я заебрали Что заставил Бл*** Сыпи 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 Все поменялось Серега Не стей сам Хорошо Ты 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 Не 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 Серега Николай не стей сам Меже Меже Понял Ярик Лево 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 Сыпи Сыпи Сыпь Сыпь Вывей Лево Уйдет Сыпь Уйдет 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 Аут Бля А как хорошо было! Глава на Коваля, точно! Черков здесь как-то по-футбольному Скорее как защитник, нежели вратарь Баширов Не стеснял там бутаря, но... Не стеснял там бутаря Не стеснял там бутаря А как бутаря? Если он стоял на линии, то еще видно, что бутаря Не каждая команда готова слышать эти споры И они тоже начинают в них участвовать А ведь на самом деле Была уже спорная ситуация с Альфой однажды Какой сейф от Дерабекова На высоте! Коваль, хорошее ускорение Один против Зварыч Сейчас попробовал рассказать, но Черков тут крутой сейф делает В итоге Аккуратно Аккуратно Николай Гуменёк Хороший... Не хотел сказать, хороший корпус поставил Но это неправильно С точки зрения грамматики И в итоге у него мяч это отобрали Уже и поздно комментировать это К сожалению Я тоже заговариваюсь Иногда Зварыч Жиль догонит Как не старался Почти невозможно было это сделать Как я понимаю тайм-аут у нас сейчас Альф берет, точнее ранние 9 минут Во втором тайме мы отыграли лишь Но три мяча преимущества есть Болестудия Альф Т детства Ночи Че У меню Лёне Все Центр А ее Вперёд! Капко! Олег Капко! Абакаров! Абакаров! Вперёд! 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 Абакаров! 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 Да, пожалуйста, можно отсюда? Да Можно вводим мяч Вперёд! 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 Черков на Зварыча! Вперёд! 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 Абакаров! Вперёд! 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 Николай Гоменюк будет водить аут, навешивает, хорошо там зацепился Кудляк, ну и Печак пробивал с левой ноги, Алексей Печак, Кудляк, Кудляк, есть открытый Печак, не самое лучшее, удобное, будем так говорить, передача, но ловит на движении здесь Алексей. Печак на Зварыча, Николай Гоменюк, очень хороший удар по силе, Дарабеков чувствовал, эпизод не позволил таким хорошим мячом отметиться в девятом туре капитану Амикуса. Главой удар. Капку Олег, Николай Гоменюк на Печак, пятка, и очень хорошо в ход. Дарабеков тут же в сторону ворот решил пробить. Николай Гоменюк, точно на центр на Печака, Капко. Алексей Печак, ширины не хватает, на самом деле узко, друг с другом все стоят, никто не пользуется всей дистанцией поля, как поперек, так и вдоль. Олег Капко. Заводятся там игроки сейчас. Николай Гоменюк. Бакаров на Ковале навесил. Черков на Луковца. Гоменюк. Снова Ковец. Если посмотреть на то, как развиваются события, то неудобно Амикуса сегодня находить свои какие-то моменты, достаточно опасные моменты. До Вернова почти нет ничего, дальние удары есть, но и осечек Дарабеков не дает, а вот атаки вот такие позволяют Альфе как никогда остро играть. Сюда ты езжать, у меня нет. Можно опять? Да. Куда набери? Ходь. Слышка 17, 130. Именно в матче друг против друга Амикус забил на последних секундах мяч, который не засчитали. Буквально доли, 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 вышли времени. Конечно, наверное, и зачестим дополнительно обыграть такого соперника. Доброго, здорово! Нет сзади, стройка. Дрожди! Добивание было от Беширова, точный удар в угол, без шансов здесь для вратаря, я считаю, что это точно не ошибка. 5-1 у нас таким образом, 36 минут позади. Есть добивание, а от Жмуркова у нас сегодня забивает, вот как происходит. Пошла игра на самом деле у Тараса и так бывает. Коваль, Беширова, Жмурко играл на Кудляка, передача не проходит. Коваль на Абакарова, Луковец, Николай Гоменек, Абакаров, снова Луковец на Кудляка, Сергей на Луковца. Абакаров, Беширов, снова Абакаров на Беширова. Кудляк на Борисенко. Снова Кудляк. Беширов на центр, ну нет, тут уже поздно, как же Николай, классно прочитал здесь, но правда он, собственно, как я понимаю, остановился из-за фала. Николай Гоменек, Коваль. Не точный пас и сильный. Все же в этой ситуации. Кудляк на Печака. Алексей ждет какое-то решение играть на Борисенко. Беширов. Печак на Кудляка, Гоменек. Кудляк на Борисенко. Кудляк на Борисенко. Ну, высокий темп игры у нас. И на самом деле пытаются не сдаваться за последние секунды. Впрочем, как и всегда, Амикус. Ну, мягко говоря, мы все понимаем, что невозможно отыграть такое количество мячей из-за коротких промежуток времени. Три мяча разницы. И всего лишь 20 секунд. Но градус матча слегка оставляет осадок. Как-то соперники друг к другу достаточно жестко встречались в борьбе за мяч. И, наверное, я думаю, что прям удовольствие получить после таких игр не так много удается. Вот и звучит финальный свисток. И у нас счет 5-2. Побеждает команда Альфа. В общем, мы ей поздравляем в этом девятом туре.